Всем привет! Пришло время опять отвечать на вопросы, заданные на нашем форуме, специально отведенные для задавания вопросов и получения на них ответов. Вот здесь ссылочка на эту тему, заходите, регистрируйтесь, пишите вопросы, будем выборочно отвечать. Сегодня я отвечу на вопросы троих подписчиков нашего портала и поехали по порядку. Вопросы, кстати, заданы после 11 и после 11 декабря. Итак, Т1Н спрашивает. Привет, Александр, что может быть причиной появления хруста в суставах, запястьях и коленях? Не знаю, совпадение или нет, но началось после программы отдых-паузы. Делал снимок коленных суставов, все нормально. Ну, во-первых, хруст в суставах, если он не доставляет сильного дискомфорта или боли, вообще просто там как пальцы трещат, да, я уже рассказывал об этом когда-то. Это, во-первых, классифицируется как холодное вскипание жидкости, то есть, когда резко в суставе сменяется давление в сторону понижения, когда мы оттягиваем его там, и таким образом суставная жидкость там синавиальная, там пузырится начинает, и создается такой звук, как щелчок. То есть, представь себе, что много-много пузыриков воздуха, ну, как резкий звук шипения чайника, скажем так, типа того. Это происходит при перепаде давления в самом суставе. Может быть, еще другая причина. Похрустывание может быть связано именно с сухожилиями, которые оплетают, окружают суставы, контролируют его. Почему это могло случиться после силовой фазы? Просто потому, что могут быть спазмированы участки в самих мышцах, к которым идут эти сухожилия. Соответственно, этот спазм распространяется на сухожилия, соответственно, создает неравномерное натяжение, скажем так, даже в состоянии покоя. И, соответственно, если у тебя какая-то часть сухожилия, скажем так, тянется больше, чем другая, это ведет к его постоянному смещению в сторону от своей траектории движения. Это может приводить как раз вот в этим вот вещам, когда сухожилие четко не ходит по, скажем так, не удлиняется и не сокращается четко в своем ложе, а постоянно перетягивается куда-то в сторонку. Таким образом, оно может цепляться просто за те поверхности, которые для него не предназначены. И, естественно, может создаваться тоже определенный дискомфорт, похрустывание или какие-нибудь другие звуки или ощущения. Ну, вот я допускаю именно вот такие вот вещи. То есть попробуй порастягивать мышцы, которые у тебя, контролируйте суставы, которые похрустывают. И если хруст уйдет, значит были просто спазмы. И неравномерное стягивание суставов. Так. Ну, а тем более, что это после силовой схемы, после этой жесткой было, то вполне возможно, что это именно так и есть. Дима32 спрашивает. Здравствуйте, Александр. Ситуация такая. Рост 187, вес 85. В 11 лет начал заниматься лыжными гонками. Тренировался 5 лет. Потом был бокс 3 года. Далее тренажерный зал. Прошел 3 месяца Плинтовича. Один раз украинскую школу, один раз переходную фазу. Непродолжительное время занимался по менсору без фармы. Силовые достижения. Жим около 130 килограмм. Приседания 160. Становая тяга 155. Застрял в весе 85 килограмм. Итак, вопрос. Поможет ли мне дальше набирать переформатирование? Или тут без фармы никак? Сразу объясняю. Там были вопросы на форуме и в группе были вопросы по поводу того, для чего создано переформатирование. Кстати, на переформатирование, вот ссылочка здесь у нас. И это полугодичный курс тренировок, скажем так. Так вот, переформатирование и любая другая схема пишется, в первую очередь, на безмедикаментозный, безфармакологический тренинг. Ну, в очень редких случаях вы можете найти, встретить схемы, которые создаются специально под какой-то тренинг, который подразумевает собой использование фармакологии. И то, это больше бред, чем нормальное положение вещей. Любая схема так или иначе рассчитывается на чисто физиологические, кинезиологические и прочие возможности, способности и необходимости организма. То есть, организм сам по себе, без тюнинга, с помощью фармакологии берется за снову. И именно рассчитывая на его влияние и на его реакцию, создаются схемы. Фармакология, которая потом может намазываться просто, как масло на хлеб в этом случае, она просто усиливает, может усиливать реакции организма на эту схему. Вот и все. Но любая нормальная схема пишется, в первую очередь, без расчета на применение фармакологии. Переформатирование, я думаю, что поможет, что килограмм 5 точно набрать, потому что, в принципе, с твоим ростом 187, вес 85, это средний вес, который вообще, в принципе, у тебя может быть даже на чистой тренировке, без фармакологических. Ну, мало того, переформатирование, это немножко другой класс схемы. Он, в принципе, похож на классическую схему, да, там, ну, ты такие классические схемы в интернете вряд ли найдешь. Ну, все-таки он построен по классическим правилам, но с учетом одной вещи. Переучить человека выполнять упражнения в другом качестве. По сути, переформатирование учит выполнять упражнения через мышечное напряжение. То есть, переформатирование учит изначально напрячь мышцы. И только после этого движение, то есть выполнение упражнения, должно будет следствием напряжения мышц. Как практика показала, почти у 100% тренирующихся в зале, все наоборот. Итак, следующий вопрос. Борус спрашивает. Здравствуйте, Александр. Несколько вопросов по кетогенной диете. Первое. Сколько в среднем длится анаболический эффект от кетогенной диеты после возвращения в рацион углеводов? Анаболический эффект не длится только от кетогенной диеты. То есть, ты, наверное, сейчас говоришь о том, что описал Буланов, да, безуглеводка, там, разгрузка углеводная, а потом загрузка углеводная. Потому что вот эти названия, кето, шмето и прочая, флабуда, ну, куча названий у одного и того же. Меня это тупо бесит. Так вот, я привык, такие, безуглеводка, да, все понятно. Питание без углеводов, все. Ну, то есть, разгрузка-загрузка, она же, в первую очередь, не рассчитана на анаболический эффект. Основной анаболический эффект от этого питания задается самими тренировками, которые встроены как раз в режиме, во время использования этого способа питания, без углеводки и потом загрузки углеводной. Эффект суперкомпенсации, когда ты добавляешь углеводы, будет длиться полтора срока, примерно. Ну, точно такой же период будет длиться точно, да, как длился период разгрузки углеводной. Но если ты будешь делать загрузку именно так, как прописано у Буланова, то есть, ты 30 дней был без углеводов, то есть, 30 дней ты постепенно загружаешься до нормы на 30-й день. Тогда ты получишь эти эффекты, там, суперкомпенсации накопления гликогена и бла-бла-бла, в течение, там, месяца полутора, да. Месяц разгружался, месяц полтора суперкомпенсации. Где-то так. Какие минусы, кроме головной боли, имеет резкая углеводная загрузка, когда после месяца на кето за пару дней выходишь на 250-300 грамм углеводов в день? И какие плюсы? Дружище, плюсов никаких. Кроме рисков получить инсульт, еще один минус, это дичай. Ну, чтобы ты понял, я не знаю, ты испытывал эту головную боль или нет? То есть, это головная боль, которая не снимается ничем. Твоя голова превращается тупо в дом советов, в газовый баллон, наполненный газировкой. Знаешь, что такое ощущение? Она все время шипит, и тогда еще шампанского с содой насыпали, налили и насыпали. То есть, голова реально пытается взорваться. Она пытается заполнить собой все пространство, которое тебя окружает. Эта головная боль не сбивается двое-трое суток. Она не сбивается. Единственное, что тебе сможет помочь, это же прихорщина фуросемида. Но оно тебе надо такие срочи выписывать своим почкам. Но после почек все равно после фуросемида будет суперкомпенсация по воде. Опять же. То есть, эти качели ты можешь продолжать очень долго. Резкая загрузка углеводами возможна только тогда, когда твой организм еще не перестроился полностью на энергоснабжение без углеводов. То есть, это срок до недели без углеводки. Да, а потом ты закидываешься углеводами и не получишь такого эффекта, как в принципе, получишь головную боль, когда ты без углеводов сидел там 30 дней. И потом резко закинулся углями. Объясню тебе, просто пока ты 10 дней в неделю сидишь без углеводов, твой организм еще не восстановит те запасы гликогенной жидкости, которые были, когда ты применял углеводы. Но когда ты 30 дней без углеводов просидел, твой организм уже без углеводов научился генерировать то количество гликогена, которое держит ту воду, которую должно держать. То есть, у тебя все выравнивается опять. И по итогу, когда ты закидываешь углеводы, ты получаешь двойную норму воды. Это вода вся идет сюда. По крайней мере, здесь реально отражается весь этот эффект. Глаза на лбу, ну это же, это мрак. Ну плюс, представь себе, для сердца нагрузон какой, какое количество жидкости в организме. Если ты хочешь загрузиться перед какой-то фотосессией или перед чемпионатом, неделя без углеводки, вот так, хватит. Для загрузки потом. Две недели, уже не алет, у тебя голова может треснуть. Вот 99% именно с этим сталкиваются, когда просто даже не то, что загрузят сразу 300 грамм углеводов после месяца без углеводки, да, или двух недель без углеводки, а вообще просто превысят норму. 50 грамм углей могут выполнить тот же самый эффект. Оно надо? Не, ну можешь поиграться, конечно. Но я не рекомендую, мягко говоря. Третий вопрос. Как относитесь к регулярному включению кетогенной диеты в план питания? Допустим, 3 месяца на стандартном рационе, 1 месяц на кето и по кругу. Ну и об этом еще рассказывал в курсе «Правильный бодибилдинг». Вот плейлист. Давно это было еще, когда только начинался мой блог на YouTube в 2012 году. И тогда я относился к этому классно. То есть супер. Сейчас я к этому отношусь никак. То есть когда у меня спрашивают сейчас рекомендации по кетой диете, там еще, я говорю, бросьте эту фигню. Сбалансируйте питание по белкам, жирам и углеводам. Если вы хотите сбросить жир, и вперед. Если вы хотите дополнительно раскрутить обмен веществ, пользуйтесь углеводным чередованием, когда вы несколько дней без углей или на пониженном содержании углеводов. Потом один день загрузки или два, и опять на пониженном. Вот такие вот качельки, коротенькие. Реально создавать организм в шок безуглеводный и сажать его на одни белки с жирами сейчас, на срок в течение месяца, я уже не рекомендую. Просто потому, что это экстрим. Это такой же экстрим, как и сыроедение, только в другую сторону. То есть, что такое сыроедение? Я, ну вот, классическое, реально. Когда человек на одной травке сидит, да, овощах и фруктах, я наблюдал вот совсем недавно. Это экстремальные вещи, которые могут применяться только в специфических случаях. Причем это две крайности. Ну, я не буду вдаваться. Сейчас тут анаболического эффекта от ваших мышц нужно добиваться работой мышц. Если вы не можете работой мышц добиться анаболических эффектов, значит, они у вас не работают. Вам кажется, что они у вас работают? Я то, что я сейчас говорю, я понял последний месяц-полтора. Я сейчас начинаю тренироваться заново. У меня такое ощущение, что я 25 лет занимался какой-то фигней. Реально. Я сейчас тренируюсь, у меня энтузиазм дикий, у меня каждая тренировка вызывает интерес. Потому что я реально открываю для себя новые вещи, по-новому свое тело открываю. Переформатирование, кстати, оно учит на старте базовым вещам для этого. То, что мы сейчас применяем уже у себя по ходу, в переформатирование ничего не включено для того, чтобы просто никого не поломать. Подготовка нужна. А вот, ну, мы готовились просто. И понять нужно одну вещь. Все расход калорий, обмен веществ, анаболические эффекты, все должно быть ответом на напряжение и работу мышц. Если вы не в состоянии жрать нормально, если вам кажется, что вы можете мало в себя пихнуть, это говорит о том, что ваши мышцы мало едят. Они мало едят, потому что они недорабатывают. Не в объеме выполняемой работы, а в напряжении именно, в силе напряжения. Это значит, а раз ваши мышцы не дорабатывают силе напряжения, так и ваша нервная система тогда не тратится настолько, чтобы опять раскручивать вам еще больше обмена веществ. Все взаимосвязано. Но об этом как-нибудь в будущем. Вроде как бы все сказал, что думаю, да, на эти три вопроса. Регистрируйтесь, подписывайтесь на наш курс полгода тренировок, который называется переформатирование. Учитесь тренироваться заново. Подписывайтесь на наш канал, регистрируйтесь на форуме, регистрируйтесь в группе ВКонтакте. Будет еще много интересного. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова